Добрый день, коллеги! Мы продолжаем наши 15-минутные встречи по поводу того, как с детьми читать книги и на что эти книги нацелены, на решение каких задач. Собственно говоря, обычно считается, что это не функция детского сада заниматься с детьми чтением, но на самом деле новые открытия в нейрофизиологии мозга позволяют говорить о том, что начало возраста сензитивного к чтению сдвигается к более ранним годам. И есть периоды, когда дети, если с ними удачно заниматься, могут начинать читать достаточно легко еще в детском саду. Собственно говоря, есть специальные технологии, направленные на развитие языка. И, собственно, известно сегодня, что понимание языка начинается до рождения. И фактически пока еще ребенок находится в отрубе матери, он очень много слышит. Это не значит, что он начинает говорить, но во всяком случае при рождении он уже способен реагировать на слова матери, на ее обращение к нему. Он начинает поднимать головку, когда мама ему что-то говорит, он внимательно слушает. Более того, известно, что буквально через несколько дней после рождения ребенок уже каким-то образом, совершенно для меня непонятно, правда, начинает различать языки, то есть может фиксировать различия, что интересно. И, конечно, развитие языка является предшественником грамотности и понятно, что слух развивается у ребенка еще до рождения. Более того, считается сегодня, что где-то на втором месяце существования плода у него уже существуют, у него уже имеются, что называется, отростки, которые отвечают за слух, что первые звуки, которые слышит ребенок еще в отрубе матери, это звук текущей воды, которая, ну, жидкости, не воды, жидкости, конечно, которая охватывает плод, значит, и снабжает его, плаценток, который охватывает плод и снабжает его питательными веществами. Все это, конечно, очень интересно и требует более подробного изучения, потому что серьезно меняет наше представление о детстве. И, опять же, новорожденные дети, хотя и не понимают, что им говорят, но при любом повторении любых звуков у них начинают устанавливаться устойчивые связи, то есть формируются связи между нейронами. И, собственно, именно эти связи, которые проводят биоэлектрические сигналы от одного нейрона к другому, в мозгу ребенка, они, собственно говоря, отвечают за развитие ребенка, за дальнейшее его развитие, из-за установления устойчивых соединений, так называемых синапсов. Как это происходит, еще не очень понятно, но, тем не менее, многие процессы уже смоделированы, и ученые продолжают заниматься этими исследованиями. Более того, в мозгу ребенка устанавливаются миллионы этих синапсов, и наш с вами мозг отличается, например, от мозга Эйнштейна количеством синапсов. То есть у гения однозначно всегда синапсов больше, чем у рядового человека. И, собственно, что получается, если у ребенка установились синапсы, то есть у него начинают выстраиваться дополнительные связи благодаря этим новым синапсам. Если же слово пропало в никуда, если оно больше не повторяется, если мама мало говорит с ребенком, если воспитатели мало говорят с ребенком, то получается, что у него некоторые слова просто не запоминаются, а вместе с этими словами не устанавливаются определенные связи. И таким образом он приходит с гораздо более меньшим количеством слов, чем его сверстники. Более того, уменьшение количества слов, к сожалению, является прямым результатом того, что у нас сегодня очень плохо отбираются дикторы на телевидении или еще на радио, то есть если в семье ребенка смотрят телевидение, телевизор и слушают радио, потому что, собственно, это разрушает и речь окружающих. И поэтому до ребенка эта речь доходит уже в весьма искаженном виде. Отсутствие или уменьшение сокращения числа логопедов в детских садах тоже отрицательно сказывается на том, как воспринимает ребенок речь на слух, потому что ощущается падение слухового восприятия. И, соответственно, не все предложения, которые слышит ребенок, до него доходят так, как человек думает, что они до ребенка доходят. Что в итоге слышит ребенок, совершенно непонятно. И, собственно, поэтому и повторение играет особую роль в развитии мозга ребенка, следовательно, и развития чтения в будущем, потому что все, что повторяется, оно закрепляется и устанавливаются, так называемые жесткие связи, на которые наращиваются другие связи. То есть происходит обогащение речи. И вот очень важно для будущего развития чтения, для того, чтобы этот процесс происходил безболезненно и почти самостоятельно, если можно так выразиться, ну, в кавычках, конечно, маленькие дети должны постоянно находиться в языковой среде, если их готовят к успеху. Дети, которые приходят в школу в 4 или в 5 лет или в 6, и не имеют возможности читать, разговаривать со взрослыми, задавать вопросы и отвечать на них, а мы понимаем, что условия в школе таковы, что дети этой возможности имеют мало, там совершенно другой режим общения в школе, то эти дети находятся в зоне риска. Собственно говоря, можно уже заранее предсказывать, что у них будут пробелы и в обучении чтению, и в обучении письмо. Вот. И, собственно говоря, есть очень простенькие, проще уже некуда, книжечки, которые помогут наряду с другими возможностями, очень хорошо могут способствовать развитию чтения в будущем. Вот одна из таких книг, но вы сами легко их будете определять очень скоро, да, или выявлять. Так называемая книжка с окошками, которую дети очень любят, вы же знаете, да, эти как раз отверстия, которые помогают им открывать эти окошки, как раз под их пальчики, очень удобные, называется «Что мы слышали дома». Книга сопровождается надписью «Начинаю говорить», но, как мы понимаем, она активизирует даже не столько его речевые возможности, сколько она может быть использована и для обучения чтению, во всяком случае, для того, чтобы эти навыки развивались у ребенка. Если мы посмотрим дальше, то увидим, что это одна из... Да, здесь у меня почему-то не оказалось оборотной стороны, к сожалению, в презентации, но не страшно. Значит, это одна из нескольких книг, то есть это не только то, что мы услышали дома, есть в этой серии еще четыре книги, которые выглядят при развороте таким образом. Как вы видите, здесь соблюдены все правила, округлые уголки, чтобы маленький ребенок не повредил, не мог поцарапаться книгой, мог ее спокойно засовывать в рот. Дети любят засовывать книги в рот. Достаточно толстые листы для того, чтобы ребенок не порезался, не согнул этот лист так, как не надо. И так мы видим картинку, на которой два попугая беседуют, пока спит кошка. И здесь есть загадка, то есть слева она написана, у них две стрелки, циферблат, они нам время говорят. И вот здесь большими буквами тик-так. Дети любят такие выражения рифмованные. И более того, реагирование на рифму, умение подбирать рифму является одним из отличительных признаков развитой речи. Поэтому упражнениям на рифму нужно уделять особо много внимания. И чем больше игр на рифму будет придумано, а их может быть очень много придумано, собственно, целая подборка существует в коллекции, в педагогической коллекции на рифмование, которое способствует развитию в будущем чтения, и в настоящем речи. То есть тик-так – это то, к чему нужно привлечь на страничке внимание ребенка. Ребенок может и сам догадаться, что это такое, может не догадаться. Это совершенно не страшно. Но мы посмотрим, что открывается ребенку, когда он приоткрывает вот эту страничку. Видите? И сразу становится ясно, о чем говорится тик-так, хотя это не та задача, над которой ребенок будет долго ломать голову, как мне представляется, потому что к тому времени, когда ему можно будет читать эту книгу, уже, собственно, по-видимому, будет знаком с тем, что такое часы, и что часы говорят тик-так. Итак, следующая, собственно говоря, картинка, которая здесь имеется, это тоже, видите, домик. И если дома, есть ли дома кто, проверь, постучи тихонько в дверь. И вот видите, мы видим, что девочка подходит к двери, на двери есть звонок, но тем не менее, ей предлагается постучать. И тоже здесь на домике очень ярко, очень четко обозначено тук-тук. То есть это, собственно, очень важно, что тоже рифмованное. И тоже мы можем сейчас открыть. Вот здесь есть окошко. Мы видим это окошко. Вот мы его открыли. И видим, что в окне мама. То есть дома определенно кто-то есть. В принципе, остальные картинки я даже не стала переснимать, потому что не очень, конечно, удобно это фотографировать. Но во всяком случае, остальные картинки, они все вот такие же простые, с такими же простыми загадками, или где-то не загадки, а просто стихи, как вот в этом случае. И вот первые какие-то буквы, какие-то очень простые, буквально из трех букв словосочетания, которые легко рифмуются, они вот здесь присутствуют. И привычка ребенка видеть вот эти словосочетания, оно впоследствии существенно ускоряет его освоение навыков чтения, собственно. И вот это один из ярких примеров. Вы понимаете, какие книги стоит отбирать. Не только эти, которые, значит, их очень много, их издают разные издательства. Ну, то, что вы имеете определенные скидки в издательстве Мозаика Синтез, это, конечно, очень удобно, но, в принципе, круг подборки таких книг очень широкий. И вот прошу вас обратить внимание на особые требования или особые возможности, которые дает для развития навыков устной речи и развития навыков чтения, как раз рифмовка. Обратите на это особое внимание. К сожалению, у нас сейчас очень высокое качество, как бы сказать, рифмоплёдства, а не поэзии. Ну, в общем, на это тоже надо обращать внимание. Если есть возможность выбрать хорошо известные стихи, то лучше, конечно, сосредотачиваться на них, потому что иногда очень часто попадаются книги просто с плохими стихами, с очень плохими стихами. Обращайте на это особое внимание. На этом я с вами прощаюсь. Наша 15-ти минутка закончилась. И надеемся, что эти книги помогут вашим детям развить те навыки, которые им так необходимы в будущем. Всего хорошего. И до встречи. До будущих встреч.